Грибы! О, где вы? О, гриб! Ну, что ты так смотришь на меня? Дай блог снимать. Ты смотри туда куда-нибудь, туда. Я же блог снять хочу. Такого блога не было за всю историю существования моего канала. Блядь, сообщение пришло. Сообщение, короче, пришло на мой телефон. Вот. Как вы догадались, что я не один. В общем, в этом лесу, ну, я как бы не просто так вышел этим утром, субботним утром, потому что нужно собрать, ну, эти грибы, если они есть. Только не путайте группу грибы и просто грибы, которые растут в любом лесу латы. Я надеюсь, что я эти грибы найду, мы, короче, их соберем и кое-что буду готовить. Но не я, а другой человек просто, чтобы вам было понятно. Вот вчера я эти грибы ел, потому что был хороший ужин такой вкусненький, там была курочка. Я после работы мечтал курочку с картошкой поесть. А курочка. Я после работы мечтал курочку с картошкой поесть. А курочка. А курочка. За счет этого сейчас грибы пошли. Короче. Июль еще. Как, это месяц июль, это еще не сезон. А какой там должен быть сезон? В каком месте? Осень. Осенью надо собирать грибы. А почему мы так рано вышли собирать эти грибы? Ну, почему так? Просто. Просто решили собирать летом грибы. Ну, это будут лисички, поэтому пишите, кому нравятся лисички. Окей. Так, все, молчать, я хочу блок снять. Короче, в лесу есть опасность, но пока я ее не встретил. Это клещи и змеи. Поэтому, если вы собрались в лес, вы должны знать, что в лесу или в диком лесу, ну, каком-то латвийском диком лесу, могут быть клещи, либо вас меня укусить. Поэтому, если вам не жалко денег, вы можете сделать вакцину. Правильно, да? Вот, делайте, короче, вакцину. Пока я еще не видел ни одного гриба. Когда увидим грибы? Не знаем, короче, когда мы увидим грибы и что с этого хорошего получится, может придется возвращаться обратно без грибов. Алло, там тихо. Дайте блок снять. Смотрите, вместо грибов я нашел Джим Бим, керортический страненбовый виски. Вот там все пусто. Вот, пока что я место грибов нашел тут. Ну, обычно говорят, что грибы могут быть в этих местах, быть, отрасти, эти лисички. Либо вот в таких местах, вот. Где там еще могут быть грибы расти? В мохе, короче. Вот, как видите, это лес. Я вам показал. Ну, примерно, где могут быть грибы, если вы неопытный лесник. Правильно, лесник. Такой был сериал еще, лесник. В поисках гриба. Только успокойте их, собак. Это, бля, смешно будет. Так, обычно здесь должны быть грибы, только их не подпускай близко. Это к вам не касается, просто вот иди отсюда. Иди отсюда. На шишку слови. Держись, держись. Ладно, мы не обращаем внимания. Короче, вот здесь должны быть грибы. Вот, сейчас посмотрим в мох. И тут, короче, ничего не видно. Блин, этот оператор кривой и не мог нормально меня снять. Ладно, так как было, так и осталось. В общем, я до сих пор еще грибы не нашел. Мы в поисках грибов. Настроение, кстати, очень хорошее. Я люблю это утро, это выходные. Кстати, если обратили внимание, погода отличная. Ведь вы все ждали жару. Вот вам жара, пожалуйста. Я просто, знаете, я привык, что как бы это лето в Латвии, но не самое лучшее, потому что постоянно дожди. Только смотришь на эту солнечную погоду и думаешь, когда же начнутся солнечные дни. И вот они наступили. Видишь, да, камера? Только чтобы собаке не мешать, да? Давай! Все, началось. О, грибы, грибы нашли. Ну, до этого мы тоже находили грибы. Убери! Так, грибы, грибы. До этого мы уже находили грибы. Вот, гриб нашел. Но вот этот вот гриб, он вредный. Давайте вам покажу, почему. Ну, как видите, вот и видите, вот здесь вот не очень хорошо. Значит, этот гриб нельзя употреблять в пищу. Что там надо еще сказать? Да громче скажи просто. Гриб заново возьми. Если видеть такие полоски, такие грибы нельзя собирать. Они опасны для жизни. Вот я и с этим грибом. Давай. Гриб, который я держу в руках, он просто опасный для жизни. И я продолжаю дальше искать грибы и лисички. Ну, если я, конечно, найду. Видите, я все-таки вам уже показываю грибы. Грибы, где вы, грибы? О, гриб! О, грибочек. Грибочек. Так, вот это буровик-гриб. Только он же обкусный слизняками. О, гриб. О, где вы? О, гриб. Не обращайте внимания, просто до этого так было смешно. Ладно, вот это вот маховик. О, где эти грибы? О, гриб! Глянь, я его жую. О, гриб. Паганка. Такой есть гриб. О, такой есть гриб. Паганка. О, походу мы нашли гриб. Гриб только такой. Какой гриб. Вот. О! О, в хорошем состоянии маховик. И это означает, что это большая удача. Мах-а-вик. Ну, короче, смотрите. Гриб червявый, да, немножко в некоторых местах. Значит, вы приходите домой. Приходите домой, ложите этот гриб на стол. Ну, как следует там помоете, все так далее. И смотрите, где есть черви, потому что... Разрезаем. Ну, короче, разрезаем пополам и смотрим, где эти черви. Нет, у червей тогда гриб может быть. Да. Так говори. Что там говорить надо? Заново, блин. Нет, давай, я выезжу это. Ну, говори. Ну, говори, я выезжу. Если гриб не червявый, то он пригоден для еды. То есть, можно есть. Короче, если гриб не червявый, то он пригоден для еды. Но если вы хотите рискнуть своим здоровьем, то можете разрезать пополам дома этот гриб. Посмотреть, где черви и употреблять пищу. Вот. Пока ищем грибы. Вот, нашли, короче, вот такое яичко. Если вы до сюда досмотрели, то напишите в комментариях, кому может принадлежать вот это вот яичко. Ну, как бы, я не трогать не буду, то есть, оставлю здесь на месте. О, смотрите, что нашли. Лисички. Я, знаете, не верил, что я это все найду. Эти, все эти лисички. Но гребаный конь мы нашли. Смотрите. Во, еще лисички. О, видите, лисички. Это очень хорошо. Я, сделаю, что я не найду эти, эти лисички, вот эти, именно вот эти грибы. Ну, я нашел, короче, ну, не один, а еще кое с кем нашел вот эти вот лисички. Вы продолжайте дальше смотреть это видео, как удачно нашлись все-таки эти лисички. Я надеялся, что я реально вот эти грибы не найду. И, фу, фу, опять эти собаки залаяны. Ну, ладно. Что там надо было говорить, в общем. Короче, мне подсказывает оператор то, что в этом вот маху, да, вот в этом маху надо искать, в общем, эти вот лисички. Видите? Блок продолжается про грибы. Шляпка. Какая шляпка? Мне нужно рассказать один момент про лисички, но у тебя же лучше получается рассказать. Нет, просто понимаете, вот я хожу с одним человеком в лес, постоянно в лес, то шашлыки, то пиво, то грибы, короче, то охота на, скоро пойдет, мне кажется, охота на уток, на медведя. И я скоро в Риге стану либо охотником, либо каким-то защитником природы, короче. Как Эсиментура, знаете, там лес, грибы, все такое, блин. Мне уже просто после этого блога, может быть, кому-то будет смешно, но так оно и есть. Нет, главное, знаете, что самое главное? Было бы желание чем-то заниматься в жизни, пусть это вам не приносит денег, но вы делом заняты. А, ну, или просто удовольствие. Мне опять оператор помогает. Может, ты расскажешь просто за кадром. Реально, есть один человек, кто лучше меня может рассказать про этот лес, то, что вот грибы есть. Но самое главное, эти лисички, они нашлись, я нашел, я вижу. Я реально надеялся, что я грибы эти не найду, и я просто буду гулять по лесу и ничего не найду этим утром. Кроме того, что это блок про грибы, здесь есть черника. Вот, ну, там старенькая тетя сказала, что в этом году в Латвии не очень. Ну, может быть, это просто в этом, в латвийском лесу черника не очень. Вот, видите, черника. Вот пока что все, что я могу сказать про эту чернику. Пишите свои комментарии, кто любит чернику. Блок про грибы. Этот блок уже подходит под конец, в общем. И вот сколько грибов мне пришлось собрать. И не мне одному, а еще одному человеку. Я знаю, что оператор будет смотреть это видео сегодня, либо завтра. У него будет очень хорошее настроение. Так как это блок про грибы, это хорошее время тому, что наконец-то наступили выходные. У меня хорошее настроение. Дождя нет, это очень радует. Я думаю, многих это вас обрадовало. Именно 15 июля, там еще 14 июля. Не было практически дождей. А вот 16-18 июля, я не знаю, будут дожди в Латвии. Ну, я знаю, что многим вам хочется лета. Дождей не очень хочется. Но так как это блок про грибы, это вот, можно сказать, самый большой гриб, который я нашел. И как обычно собаке все мешает. Ну ладно, это не так важно. В общем, пишите свои комментарии. И на этом я скажу всем пока.